Сама царица гор наворожила Гэзе быть скрипачом. Легенда о скрипаче – не просто сказка. Сюжет о талантливом музыканте Гэйза. Автору Ивану Ромлебедеву рассказала его бабушка, пожилая цыганка. Именно она подарила будущему актеру и драматургу его первую гитару, тем самым буквально определив его будущее. Повествование в спектакле идет также от имени старейшины табора Саби. Атмосфера спектаклю добавляет цыганский язык, погружающий зрителей в далекую эпоху, когда родился великий скрипач. Руки появляются момента, а не появится. Шу, Неса, слышу, я буду твоим малышу, крестной матерью. По легенде, которую рассказывают со сцены актеры, родившая ночью цыганка попросила царицу гор стать крестной матери и ее малышу. И та не отказала. Условилась лишь на том, что сама выберет, какой дар она присвоит Гэйза. И подарила скрипку. Красивая и немного завораживающая легенда. Учит маленьких зрителей и взрослых тому, что в жизни каждого есть место чуду. Одна из главных тем спектакля – это тема эгоизма. И для меня очень важна та мысль, что проявляя эгоизм по отношению к другому человеку, нужно помнить о том, что ты тоже страдаешь от этого. Также одной из важных тем спектакля является тема природы. И вот эту вот легенду древнюю, ее рассказывает пожилая цыганка из табора Дана. И она напоминает цыганам о том, что человек – это неотъемлемая часть природы. О том, что природа – это нечто большее, и нужно смотреть шире и глубже. И на самом деле в этом спектакле можно найти много разных тем. Но вот, наверное, это две основные темы. Яркие и движущиеся декорации, красивое музыкальное сопровождение, игра света и, конечно, куклы – большие и маленькие. Привычные актерам перчаточные и штоковые марионетки – одни из самых сложных кукольных систем. Премьера спектакля состоится уже 27 апреля. О традициях кочевого народа, об их музыке, о том, как сделать правильный выбор. На постановку приглашаются ребята от 12 лет. Ксения Майер, Зураб Кабахидзе, Новости.